Одно из самых влиятельных мировых СМИ британская газета «Таймс» вышла сегодня с большой статьей о Екатеринбургской школе номер 106, благодаря необычному ремонту, ранее попавшей и в топ российских новостей. Люстры и мрамор в реконструкции старой русской школы. Так называется статья, авторы которой воздержались от собственных оценок, но привели в тексте наиболее часто встречающиеся в других СМИ оценки увиденного. В частности, бесвкусный цыганский стиль, роскошный макияж самой рядовой школы, причуды выпускника-миллиардера. Собственное сравнение лондонских журналистов касалось только упоминания Зимнего дворца. В Санкт-Петербурге резиденции русских царей, также богато украшенных мраморами по золотой. Как бы то ни было, попадание на полосу «Таймс» можно расценивать как невероятное везение для рядовой российской школы, да и самого мецената, инициатора этого ремонта Андрея Симоновского. Накануне владелец компании «Сима Лэнд» сам побывал в этой школе, которую в свое время, в 50-х годах прошлого века, строил его отец, а затем оканчивал сын. И услышал в свой адрес десятки благодарностей от учителей, родителей и даже мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. А Свердловский губернатор Евгений Куйвышев посвятил этой школе пост на своей странице Инстаграм. Вот что написал глава региона. В соцсетях широко обсуждается реконструкция школы номер 106 в Екатеринбурге. Выпускник этой школы, меценат Андрей Симоновский, по согласованию с директором учебного заведения, сделал ремонт интерьеров школы. Выбранный Андреем Моисеевичем стиль у некоторых вызвал большие вопросы. Эти упреки следуют принять, однако я бы хотел сказать несколько слов в защиту Симоновского. Давайте отделим одно от другого. Сам посыл помощи родной школе очень правильный. С этой точки зрения Андрей Симоновский зрелый и ответственный предприниматель, который понимает важность меценатства, вложения в образование в будущее поколение. Реконструкция школы далеко не единственный его шаг в этом направлении. Совсем недавно в Екатеринбурге проходил большой шахматный фестиваль, организованный при поддержке Симоновского. Мне бы хотелось, чтобы больше наших предпринимателей тратили деньги именно таким образом. Помогали школам, вузам, библиотекам и музеям. Хорошо, что мы на этом этапе развития общества, когда бизнесмены задумываются о таких вещах. А со вкусом? Да, есть вопросы. Видимо, вкус разовьется на следующем этапе, до которого нам еще предстоит дожить. Хотелось бы всего сразу, но так не бывает. И все ж я благодарен Симоновскому и другим предпринимателям, которые думают не только о своих заработках, но и об окружающих людях. О будущем. Конец цитаты. Ранее владелец Симоленда в том же стиле отблагодарил вуз, который в свое время заканчивал. Инкрустировал в стиле барокко-туалет в Уральском экономическом университете. А еще раньше золото и хрусталь появились в офисе его компании и одноименном гипермаркете. Отвечая на вопрос журналистов, что его вдохновляет именно в таких интерьерах, предприниматель признался в любви к песне Бориса Гребенщикова «Город золотой», в которой поется о христианском представлении о рае. Вы о такой школе мечтали участие? Думаю, да. Прямо с золотыми туалетами? Ну там же этот, Гребенщикова песня, знаете? Здесь город золотой, с прекрасными колонками, яркой звездой. Тебя там встретят. Ну вот и там люди нормальные. Это же мечта Гребенщикова. Да. Какая? В чем она? Сад в вас? Ну примерно да. В городе, там сад. И куда хочется идти по утрам? Да. Вот цель в этом была. Прямо.